Сейчас очень большой спрос на самодостаточность. Именно из-за того, что люди стали хуже друг с другом коммуницировать, меньше друг от друга зависеть в каком-то смысле, сейчас мода на самодостаточность. Но для меня она, с одной стороны, чем она меня пугает? Она меня пугает тем, что это прямой путь в одиночество. Потому что если вы самодостаточны, вам никто не нужен, это делает вас одинокими. Одиночество не самый хороший друг и товарищ. Поэтому я к этому отношусь очень осторожно. С другой стороны, если самодостаточность противопоставлять зависимости, то это, конечно, не очень хорошо. Зависимость любая, психологическая, эмоциональная, она в каком-то смысле естественная, но главное не стать таким вампиром, который зависим и пьет, так сказать, из источника, так сказать, из этого человека. И в этом смысле самодостаточность очень важна. Да, лучше что-то делать вместе. Две головы лучше, чем одна. А три еще лучше. Поэтому да. А с другой стороны, конечно, быть банным листом, который не может сам что-то сделать, вот это скверно. Поэтому, если говорить про самодостаточность, я думаю, что это должен быть как бы какой-то внутренний фундамент, который не позволяет вам мельчить, что называется, в отношениях. А с другой стороны, вы должны оставлять пространство для взаимовыручки, взаимодействия, каких-то совместных жизненных событий. И тогда все будет неплохо.